В эфире мир компьютерных игр. Прежде всего всех вас поприветствую наших телезрителей. Ну и для разгонщика начнем с рубрики «Двое». Рубрику «Двое» мы проводим совместно с сетью компьютерных магазинов и интернет-клубов «Сплав 21 век». Сейчас мы переместились на улицу Ломоносова 9, где недавно открылся новенький бизнес-центр «Новгород», в состав которого входит интернет-клуб. Заходим! Ну и сейчас давайте знакомиться с нашими главными героями. Меня зовут Денис. А и меня Арсений. Ну именно Денис нам письмо написал, а вот Арсений друг Дениса. Вкусы твои, Арсений? Ну, уважаю стратегии, тоже 3D Action. Стратегии что? Warcraft, Imperial Battle for Dune, Звездные Пилигримы. Так, Денис, твой? А мои тоже стратегии 3D Action. Мои стратегии это Хазаки, Астрид Экшн, Counter-Strike и Куэйк. Ну, я так чувствую, сегодня мы в КС будем бегать. Ну что ж, сегодня самая популярная игра, клубная игра, Counter-Strike. И мы на мониторчике Дениса. На тренировках он играл несколько послабже. Арсений давил. Ну, посмотрим, как сложится окончательная игра. И у нас первая дуэль была. Пока счет по нулям. Давайте посмотрим на Арсения мониторчик. Вот он видел сейчас Дениса, но и так видит, стреляет. Мы перешли на мониторчик Дениса. И он проигрывает. В результате второй дуэли счет стал 1-0 в пользу Арсения. Ну что ж, пока как на тренировке. То есть Арсений играет чуть лучше. Но нет, только я это сказал. Денис сравнял счет 1-1. Мы по-прежнему на мониторе Дениса. Так что, кто знает, как сложится ситуация. Играем, как обычно, 4 минуты. И вот игра у нас более-менее равная. Давайте перейдем на мониторчик Арсения. Он бросает гранату и достигает успеха. 2-1. Ну что ж, равная игра примерно. Разница в очко. Так что результат встречи может быть любой. Мы на мониторе Арсения по-прежнему. Но довольно-таки, я бы сказал, вяло. Осторожно игра идет. Арсений видит, но не лезет в бой. Издалека стреляет и попадает. 3-1. Пошел в отрыв. Перейдем на мониторчик Дениса. Денис, поднажми. Осталось играть 2 минуты. Пол игры сыграно. Счет 3-1. Граната полетела. Еще одна. И дуэль вплотную. И добивается успеха Денис. 2-1. Ну что ж. Может быть будет даже ничья. Давненько у нас такого не бывало. Хотя, как знать. Перейдем на монитор Арсения. Дальние дуэли. Хотя вот одна была, только все лишь ближняя. И тишина. Осталось полторы минутки нам играть. Чуть меньше. И вот. 3-3. Мы на мониторе Дениса. Он сделал ничью. Молодец. 3-3. Ну, не буду говорить молодец. Вы подумайте, что я за Дениса болею. Я, в принципе, нейтрален. Но счет 3-3. Играть осталось ровно минута. Гранатами вот бросается Денис. Но не задевает Арсения. Вообще вот тихо. Вот как-то сегодня не хватает чего-то. А вот ствола торчащего впереди не хватает. Кстати, ни Денис, ни Арсений не используют торчащую пушку. Пистолет, автомат. И тишина. Вот абсолютно тишина. Хотя нет. Издали. Вот дуэль издали. Прячутся за ящиками. И осторожно очень стреляют. Отнимает потихонечку энергию. Но вот кому повезет больше. Кто точнее. Денис попадает. И Арсений. Хотя вот мы видим, Арсений решил убежать. Хотя нет. Не удалось. 4-3. Вот Денис повел. Осталось играть 20 секунд. Так что может и выиграет Денис. Еще раз повторюсь. Арсений давил на тренировки. Арсений, мне кажется, занервничал. Бросает гранаты. Не попадает. Осталось играть 5 секунд. Последний дуэль. И Арсений выравнивает ситуацию. Ну что ж, ничья, как я и предсказывал. Итак, боевая ничья сегодня. Денис, доволен результатом? Да, в принципе. Проигрывал, но сделал ничью. Арсений? Нет. Мог бы и получше. То есть рассчитывал на победу. Ну, призы от сети компьютерных магазинов. Сплав 21 век. Но вот компромисс сегодня у нас победитель выбирает. Ну, кто что берет. Денис Штирлица. Ну, и Арсений берет у нас бесконечную историю. Мы еще вернемся на улицу Ломоносова 9 через пару-тройку минут. Ну, а сейчас череда вопросов и ответов. Для начала вопросиком к рубрике «Двое» займемся. В прошлой программе мы показывали вот это фото и спрашивали. Герои какой же компьютерной игры изображены на этой фотографии? Разумеется, правильный ответ был КС, Counter-Strike, ну, или Half-Life. Ну, а те, кто наиболее точно ответил, мы увидим в рубрике «Двое». Ну, и разумеется, те, кто не тянул с письмами. Сейчас другой вопросик у нас уже от сети компьютерных магазинов «Сплав 21 век». Разыграем призы. И давайте вспоминать, что у нас было в прошлой программе, какой вопрос задавали и какие компакты разыгрывали. В прошлой программе мы вот эту парочку компактов разыграли и спрашивали, сколько же компьютеров в новом интернет-клубе, что открылся в бизнес-медиа-центре Новгород. Ну, а вот и гордая десятка первых дозвонившихся и, разумеется, правильно ответивших на поставленный вопрос. 42. Итак, разыграем компакты. Сегодня мне в этом поможет Денис. И достает он фамилию Вишнякова Никиты, с чем мы его и поздравляем. Ну, сегодня у нас также будет призы от сети компьютерных магазинов «Сплав 21 век». Традиционно две игрушки разыграем и одну из них посмотрим буквально через несколько минут рубрики «Игры». Ну, для того, чтобы выиграть эти компакты, нужно правильно ответить на наш вопрос. Ну, а чтобы правильно ответить на вопрос, нужно повнимательней посмотреть наш сюжет. Вернемся на улицу Ломоносова, 9. И зайдем в новенький бизнес-медиа-центр, который носит такое многим привычное название – Новгород. И уделим внимание сегодня компьютерному клубу и салону «Диксис», которые входят в сеть клубов и магазинов «Сплав 21 век». Зайдем в салон. Помните, в прошлый раз, когда мы показывали открытие бизнес-медиа-центра, в пресс-релизе к салону «Диксис» заявлялось о большом выборе мобильников и возможности подключения тут же в салоне к известным операторам связи. Вот на этом и заострим наше внимание. Выбор действительно большой, при том не только самих телефонов, но и аксессуаров к ним. Но все же, представим ситуацию, что желаемой модели телефона нет. Давайте спросим, возможен ли заказ, если да, то как долго ждать? В нашем салоне вы можете заказать телефон любой модели, срок доставки в течение недели. Хорошо. А как же быть с подключением? Да, при покупке телефона вы можете у нас подключиться к сети GSM, операторам сотовой связи Мегафон и МТС. При покупке телефона и подключении идет скидка 100 рублей. И это не все. Есть еще приятный сюрприз. При покупке телефона дороже 200 условных единиц, каждому покупателю наш фирменный подарок. Ну что же, заходите сами в новенький салон «Диксис». А сейчас давайте отправимся на экскурсию в новенький интернет-клуб. Как мы уже говорили, самый большой в нашем городе. Так что ждать свободного места вряд ли придется. Напомню, что помещение в клубе два. Одно большое и другое поменьше. Для тех, кто любит тишину. Ну или компанией можно прийти. А посетителей постарше заинтересует и наличие кафе. Тут же буквально за дверью. Кстати, с очень вкусной кухней. Но поговорить об интернет-клубе нам сегодня хотелось бы вот в каком ракурсе. Возможно, вы помните о зимней акции на улице Щусева. Совместно с Плав 21 век и Европа Плюс. В эти дни подобная акция продолжается. Уже здесь, на улице Ломоносова, 9. И давайте спросим о ее сути. Работа диджея всегда остается за кадром. И вы слышите только его голос. Но теперь у вас есть уникальный шанс увидеть все, что происходит в прямом эфире и в студии во время презента. Увидимся в Новгороде. Ну и напомним, что это зазеркалье продлится до 17 апреля включительно. Так что остался фактически сегодняшний вечер и завтрашний последний день. Приходите в клуб, в салон Диксис, в новый бизнес-центр Новгород. Как и обычно, напомним адрес магазинов, салонов и клубов сети «Сплав 21 век». Итак, вопрос по этому сюжету я задаю в конце программы. Ну и желаю дозвониться тем, у кого это не получилось в прошлый раз. Ну а сейчас смотрим рубрику игры. Рубрику игры. Начнем, как и обычно, с рассматривания подарков. Сегодня мы разыграем две игры и одна из них перед вашими глазами. Прикольный мультик для начала. Вот так, по мнению авторов, будет происходить в будущем штамповка киборгов. Ну, штампанули одного героя данной игры и, конечно, вперед на выполнение опасных заданий. Да, игрушка носит боевое название «Возмещение ущерба». Несмотря на то, что это 100% аркада, наш издатель медиа решились на перевод. Собственно, весь перевод ограничен рюшечками да менюшечками. А вот в фирменной конторе Rage, похоже, ребята из AMD денежек отстегнули. А может и нет. Но напоминание об кампании в игрушке присутствует. При том, в самом, что ни на есть рекламном виде. Ну да ближе к происходящему. На диске читаем. Мол, в игре 3D напалм графика. Ока. Напалм графика. На деле просто много взрывов и вспышек. Я не раз уже говорил, что перебор с этими делами несколько раздражает, отвлекает внимание и игре мешает. Здесь же все это на грани. Вспышек много, но до раздражения все же не доходит. При том, можно похвалить авторов за настройки. За отдельную коррекцию красного, синего и зеленого цветов. Соответственно, цвет графики может быть потеплее, если красного добавить, или похолоднее, если зеленого побольше. О сюжете. Ну здесь уже до смешного доходит. Итак, в очередной раз на Землю прилетели... Ну конечно же инопланетяне. И почему-то они опять плохие. Ну да каркаете, товарищи разработчики. Ну а как геймплей? Именно он во главе, в аркадных играх. Да хорош. Много оружия, бонусов, приличное управление, притом играть можно вдвоем. Хотя есть одно но. Это время. Почему-то авторы игрушки решили, что игрок должен пробежать уровень сломя голову за определенный кусок времени. А вот это вы зря. Куда приятнее идти не спеша, да секреты всякие разыскивать. На наш взгляд ограничение по времени это минус. Наверное, единственный серьезный минус в целом хорошие игрушки возмещения ущерба. А сейчас остановим наши взгляды на новинках игровой индустрии. Начнем с Индиана, который Джонс. Очередная порция приключений под названием Индиана Джонс and the Emperor's Tomb. Индиана, пожалуй, один из долгожителей компьютерных игр. Благодаря LucasArts, конечно. Появился еще в 80-х на 8-битовых машинках. Я думаю, многие игрались в еще двухцветные его приключения на ZX Spectrum. Ну а сегодня Индиана блицет к реальности как никогда. Особенно радует движение рукопашного боя. Хотя я думаю, пользователи PC может огорчить управление. Разумеется, идеальным было бы а-ля Quake. Увы, это не так. Не забываем, что прерогатива сегодня за консолями. И поэтому Индиана Джонс появился на PlayStation 2 прежде, чем на PC. И затачивался под консольные геймпады. А вовсе не под машинное управление. А поэтому забудьте про всякие стрэфи и быстрые развороты вокруг оси при помощи мышки. Этот факт может оттолкнуть львиную долю игроков. И понятно, играть-то непривычно. Жаль. Ведь игрушка-то интересная. Притом захватывает с первых же шагов. Как говорится, никаких пустых брожений. Шаг – предмет. Другой враг – третий секрет. Притом фактически сразу оружие все пригодится. И ножичек, и револьвер, ну и хлыст, конечно, Индиановский знаменитый. Все приятно, интерактивно. От классических ящиков с бонусами. До подобранной бутылки. Ну, конечно, отбивать ей донышко и идти по свечениям. Но кто на меня? Нет, так не будем. Это больше напоминает разборки алкашей. Здесь более цивильно бутылкой бросаться будем. На первых порах игрушка подскажет, где ножик применить, где хлыст, где лопату. Кстати, о лопате. Вот здесь, в Индиане, ее можно использовать как холодное оружие. И знаете, выглядит все как бы прилично. Хоть и жестоко лопатой по лицу, но бандиты все же и ради благой цели. А вот сейчас мы поговорим о другой игре. Там тоже лопата, но там все это выглядит как маразм. Итак, еще несколько прощальных секунд Джонса и перейдем к Постал 2. Мы уже упоминали эту игру. Притом в плохом цвете. Откровенный садизм. Чего хорошего. Но все же еще раз. Тем более демоверсия появилась. Да и Акелла ее издать готовится. Итак, герой игры Постал 2, отморозок и садист, который идет и просто так убивает. Мы этого делать не будем. Ну, не тянет добродушного пса лопатой бить. Так, походим, посмотрим на игровое извращение. Да, как была первая часть полным отстоем, так вторая часть лучше не стала. Притом у авторов, похоже, с математикой не лады. Название игры написано как Постал в квадрате. Типа не 2, а в квадрате. Ну, круче намного. Так, берем Постал 1, возводим в квадрат, получаем 1. Или авторы не в курсе, что единица хоть в квадрате, хоть в кубе, все равно единицей остается. Да чего там. Движков им не писать. Взяли готовый от Unreal 2. И надо же так испохабить. Никакого изящества ни в моделях, ни в пейзажах. Убогость кругом. А над интерактивностью можно только смеяться. И это в игре, авторы которой разбой и разрушение поставили во главу угла. Попробуйте машину разбить. Даже стекло не треснет. А по светильнику с размаху лопатой. Да даже лампочка не разобьется. Одним словом, если тот же Индиана захватывал с первых минут, то здесь отторжение с первых секунд. Убогость во всем. А больше всего удручает искусственный интеллект. Да и как могли создать его авторы, если читая их интервью, выпивка упоминается чуть ли не в каждом абзаце. Все обитатели игры тупы до безобразия. Как и полагается созданием алкашей. Можно лупить лопатой весьма небезобидную собаку породы бультерьер. Она же даже не тяпкнет. А человеку с автоматом будет весьма непросто попасть в этого прямо стоящего по столу. Ну да хватит рассуждать про это недоразумение. Более убогой игры за последнее время мы не рассматривали. Итог. Тупость, еще раз тупость, с убогой графикой, скучным дебильным геймплеем. Людям с нормальной психикой можно ознакомиться. Ну а больным и детям не рекомендуется. Оторвемся от игр и на сайт к нашему интернет-провайдеру новгородейтаком. Еще раз напомним жителям этих 24 домов, что в апреле для вас скидка для подключения к выделенке. Вместо стандартной цены в 150 долларов в два раза меньше 75. Еще раз напомним о картах экспресс-оплаты. Их можно купить в ларьках на автобусных остановках. Очень удобно, попробуйте. И кстати, теперь подписку на игровой сервер и городские ресурсы можно оплатить с помощью карты экспресс-оплаты. Номиналом 200 рублей. Приходите за интернетом на улицу Михайлова, 20, бывшая Кировская. Новгородейтаком это различный интернет для всех. Во второй части рубрики «Игры», как и обычно, смотрим видеоролики. Без остановок, без комментариев. Ну а поскольку война в Ираке только популяризировала, войнушки виртуальные, то с роликов на данную тему и начнем. Ну а я, как обычно, рассуждаю и для начала на данную военную тему. Разумеется, все знают название операции в Ираке. Ну, для тех, кто уж совсем не в курсе, сообщаю. Шок и трепет. И вот Sony взяла да зарегистрировала этот слоган. И теперь, разумеется, никто не вправе использовать данное словосочетание в своих собственных целях. Для чего это Sony? Ну, вероятно всего, выйдет еще одна игрушка про войну. А теперь про что-нибудь более мирное поговорим. Хотя и неприятное. Начнем с китайской пневмонии. Оказывается, не только война может поднимать спрос на компьютерные развлечения, но и болезнь. Вот в Китае многие, боясь заразиться этой своей китайской пневмонией, просто сидят дома и не выходят на улицу. Ну а чем дома-то заниматься? Ну, конечно же, многие в игры играют. В результате в Китае подскочили продажи PlayStation 2, а также Xbox и GameCube. Про консоли мы еще поговорим, а сейчас о сделке, которую заключил крупнейший игровой издатель Electronic Arts с компанией Nvidia. Смысл в том, что игры, выходящие из-под крылышка Electronic Arts, теперь будут затачиваться под новый графический чип GeForce FX. Хорошо ли или плохо? Ну, трудно сказать. Для владельцев GeForce FX, конечно, хорошо. А вот для владельцев более других карт... Здесь Electronic Arts обещает никого не обижать. Хотя очевидно и понятно, что Nvidia пошла на такой шаг, дабы насолить своему конкуренту, ати. А в целом Electronic Arts отдает прерогативу рынку консолей. И более того, согласно заявлениям боссов от Electronic Arts, они уже сейчас обсуждают некоторые детали Sony, Microsoft и Nintendo. О приставках следующего поколения, то есть в будущее смотрят. Ну, то, что у PlayStation 3 это будущее есть, понятно. А вот что касаемо и Nintendo'овского GameCube 2, ну или Xbox'а 2 от Microsoft, оно под вопросом. Особенно у GameCube. Дело в том, что Nintendo планировала продать к этому времени более 10 миллионов приставок. GameCube опродано чуть больше 5. Это не просто невыполнение плана, а прям, скажем, провал какой-то. Если бы не GameBoy Advance, то у Nintendo настали бы черные времена. Продажи новеньких GameBoy'ов на высоте преодолена планка в 15 миллионов. Отважится ли Nintendo при такой слабой популярности GameCube'ов вкладывать деньги в разработку GameCube 2 непонятно. Что касаемо Xbox, то ситуация такая же. Продажи малы. Чтобы поднять их, Microsoft будет снижать цены. Здесь явное лизалово с Nintendo. Они снизили цены на GameCube и продажи подскочили. Но, в отличие от Nintendo, Microsoft терпит убытки с продажи каждой консоли. И с понижением цены эти убытки еще возрастут. Не кончились бы, детки убило. Но, похоже, Xbox стал для него делом чести. Ну, как в песне поется, за ценой не постоим. И Xbox 2 будет сделан. А вот принесет ли прибыль, это уже другой вопрос. Так что при выходе приставок следующих поколений мы, может быть, кого-нибудь и не досчитаемся. А сейчас терпящая убытки Microsoft вынуждена признать полную победу Sony. Более того, расформировать свои подразделения в Японии. В одном из последних сообщений говорилось об отзыве 150 сотрудников, которые не оправдали надежд по продвижению Xbox на японском рынке. Однако, дядька Билли не сдается. Что главное для любой консоли? Правильно, наличие качественных игр. И вот поползли слухи, что Microsoft сделала предложение самим IDSoft. Немного анималов. Выпустить Doom 3, который сейчас поджидает миллионы геймеров по всему миру. Так вот, сделать Doom 3 только для Xbox. Ну, к счастью, IDSoft пока не согласились. Хотя можно представить, сколько денег им предложил Билли за такой шаг. Хотя, думается, что это предложение еще будет иметь продолжение. Ну, и напоследок рассуждал как кровавая драма. Поведал ее вот этот сайт, GamerFit. Итак, дело было к ночи. И 49-летняя мама, притом называется даже ее имя, Елена Авраменко попросила своего сына Дениса «Выключай компьютер, прекращай игру и ложись спать». Разумеется, сказано было раз, потом два, три. Сынок, 26 лет от роду, сказал, ну, типа, отстань. Ну, и мамаша пошла на кухню, взяла нож и прирезала его. В Израиль эта семья эмигрировала, разумеется, из Советского Союза. К чему это я? Да к тому, что мам слушаться надо в любом возрасте, и даже если вам уже 26 лет. И когда они говорят, пусть в сердцах, я тебя сейчас убью, то это уже предел. Лучше вырубайте машину. Прервемся здесь, и давайте смотреть очередную порцию приключений Макса Пэйна в нашем компьютерном сериале. Итак, вот мы на этом месте остановились в прошлый раз. Метким выстрелом Макс выбивает... Разбивает упор у прицепа. Пойдемте посмотрим, что получилось. А вот, посмотрите, как здорово. Разводной мост опустился. И вот неприятности. Ранен Макс. Подлечимся. Благо, обезболивающих хватает. Вот такой картечью стреляет бандюга. И идем дальше. Вот уже слышен шум моря. Корабли гудят. Если вы не забыли, то мы движемся к порту. И вот морской склад. Кто играл в эту игрушку, тот помнит, что здесь очень много. Буквально скопление бандитов. Ну, давайте частично их покоцаем. Ну, пока никаких проблем. Ну, вот сразу два. Внизу и наверху. Сначала нижнего, теперь из-за верхнего. Благодаря замедлению это нетрудно. Хотя, вот смотрите, попадает. Но, тем не менее, справились. Перезарядим. И вперед. Хотя нет, еще один. Ну, вот наверху, обратите внимание. Дорожка железная такая. Вот туда нам как раз и надо. Сейчас на нее мы и будем подниматься. Конечно, соберем полезные вещички. В виде патронов, гранаты. И вот неприятность. Граната. Главное, вовремя увернуться. Вот такой классный максовский прыжок. Хотя, камера не отработала. Поэтому мы не видели его. Ну, а сейчас на эту железную дорожку. Ну, вот всегда надо с осторожностью двери открывать. Ну, вот. Бандюга на кране. Портовый кран, такой высокий. При том, что едет прям к нам. Ну, что ж, покатаемся. Итак, два пульта. На какой пульт даем в ту сторону кран и едет. Кран рельсовый, то есть по рельсам едет. Поэтому особых навыков управления не надо. Вот и бандит охраняет территорию. Благодаря нашей снайперской винтовке не проблема. Поехали. Даме вперед. А заодно будем отстреливать охранников. Со снайперка это легко. Итак, территория порта. Ну, и вот дорогу нам перекрыл брошенный контейнер. Ну, что ж, поедем в другую сторону. Вот такой универсальный кран. Попутно отстреливаем охранников. Ну, вот с таким прикольным киношным эффектом сделана стрельба со снайперки. Едем дальше. Пока никого. Ну, вот еще один охранник. Посмотрим. И вот, не очень меткий выстрел. Вот это уже точно цель. Куда? А вот сюда. Конец нашего путешествия. На кране. Давайте-ка соберем боеприпасы, которые в охранника там оставлены. Но таким прыжком не пройдет. И вот внизу уже набежали бандиты. Метко стреляют. Но, видать, крепко, крепкие стены у вышки не пробивают пули. Можно прятаться. Хотя, ничего страшного. Обратите внимание, у нас здоровье на полную. Еще рядышком стоит. Нам даже его не взять. Так что, если ранят, не беда. Ну, что ж. Пожалуй, все на сегодня. Что там за дверью, узнаем в следующей программе. Ну, вот и подошло к концу эфирное время, отведенное для нашей программы. Однако, сейчас наш мини-конкурс. Разыгрываем призы от сети компьютерных магазинов «Сплав 21 век». Но для начала правила напомню. Итак, для тех, кто по-прежнему звонит в воскресенье. Напоминаем, что конкурс наш идет только в среду. В воскресенье – это повтор программы, и конкурс уже недействителен. Дозваниваться нужно только в течение 10 минут. Еще раз подчеркиваю, так что засекайте время. Ну, и дозваниваться нужно только после полного окончания программы, то есть после титров. Кстати, в титрах смотрите наши адреса, пишите письма. Ну, и сегодня разыграем мы вот эту парочку компактов. Достанутся они одному из 10 дозвонившихся. Ну, а сейчас, внимание, вопрос. Давайте вспоминать сюжет. Побывали мы на улице Ломоносова, 9, в доменьком бизнес-медиа-центре Новгород. Показывали салон «Диксис». И звучала такая мысль, что покупателю, который приобретает телефон свыше определенной стоимости, еще и подарок вручает. Но вопрос такой. Так какой же стоимости должен быть телефон, чтобы подарок-то получить? Возможные варианты ответов. Может быть, телефон должен быть дороже, чем 150 УЕ? А может быть, подороже, 180? А может быть, его стоимость должна зашкаливать за 200 УЕ? А может быть, 250? Итак, звоните вот по этому телефону. Еще раз напоминаю, в течение 10 минут звоните, пишите. И до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok